Сказали, что не имеют. Опять же, есть у НЭП. В собственном доме? Ну почему? Ну, понимаете, тут ситуация такая. У вас, опять же, если... Как он называется? Он воздушкой, по-моему, забору стреляет. Кошек стреляет. Кошка стреляет? Да. Ну это, конечно же, нехорошо. Я сейчас позову тебя, врачей. Все же те же люди. Давайте, давайте. Все, поедем, пойдемте, без проблем. Все, нового, никого не угодно. Сейчас. Мы всегда снимаем. Это даже не это самое. Чтобы проблем лишних не было. Потому что адвокаты уже с Думы подключились. Потому что мне тут первый раз приехали, начали парч, саверим, прочитать, сейчас всех увезем, расстреляем, убьем. Кого кого? Ну, животных. Животных, да. Я сразу обратилась в Москву, сразу к девчонкам обратилась. В мегастровскую Думу, у меня адвокат сидит теперь. И они сразу подключились, потому что она, когда вот это прозвенела на всю страну. Анатолий, а вы в Мурков боемы, да, бывшие? Да, в Пракуще. А где служили? Ну, в Мурманске, в ракетных войсках. Начальник Соловой. 20 лет. Здравствуйте, Эльберас. Вы за нами соскучились. А мы как за вами не соскучились. Пойдемте. Рада вас видеть, Роман Александрович. Очень рада. Сказали меня, что вы меня не обнимаете себе. Спасибо, Роман Александрович. Когда вам, вот, несут всех-всех-всех-всех, когда вы выделите день для вот Романа Александровича, чтобы он мог оперировать наших животных? Это на то. А вы разве не работаете с Барковым? Роман Александрович, только по одной причине, что вас постоянно засылают в Монтаракань, у вас нет на месте. Это единственная проблема, почему я работаю с Барком. Я с радостью буду работать с вами, потому что вы лучшие. Это я говорю при всех. Мы разберемся. Вот, если вы сможете вот это сделать, буду с радостью к вам ездить. Хорошо. Ну, я обращалась, а мне, знаете, что сказали? Что нет, порядке общей очереди. Привозите ваших 10 собак и сидите в порядке общей очереди. Я говорю, а на приют можно все-таки нас почти четыре сотни? Можно выделить один день? Вас же вы оставили в ГАИ охранять? Сутки стояли. Вот так же можно и на приют делать. У нас один кабинет, один кабинет, вот то, что вот там операции делают. И порой бывает, что действительно очень срочно. И бывает, привезли из Монтаракани, из того же Карабышева. Когда очень срочно, я согласна. Нанявшие такси и приехали, а тут четыре. Это я согласна. Это я согласна. Мы же, знаешь, что с вами работали. Я помню все. Есть и планы в операции, поэтому целый день уделить будет очень сложно. Я привожу всегда четыре-пять собак. Вот. Ну я ведь к Баркову так вожу. С этим вопросом. И они выделяют мне кабинет, врача и оперируют. У них же не целый же день. Я сижу там по шесть-восемь часов. Ну опять же, не целый день. Ладно, мы будем вопросом. Этот вопрос будем. Дай бог. Ну все, пойдемте. Ну куда пошли там? Им не надо? Пошел. Снимите саму площадку. Вот здесь вот. Вот смотрите. Там бытовка. И у меня отсюда ведется живая трансляция. Это не гласуточная в интернете. Любой может нажать кнопочку, смотрите, вот уже я. Пожалуйста, кошек вам нужно. Это все нормально, заходи домой. Специально построила, потому что вот сюда швыряют котят, а собаки их душат. И пришлось строить площадки, потому что уже сил никаких нет. Я устала собирать эти трупики. И пришлось делать. Ну у меня здесь полонные, искореченные. После операции старики. Ногатки еще рано заживают. После стерилизации здесь, после кастрации. Он здесь докаживает, по-тругому, 5-го дня уже забывается. И дальше дальше. Одна погибла, а одной же мы еще. Кидался. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok